В эфире новости Анапа Регион, в студии Ирина Меркурьева. Здравствуйте. И начнем с главного. Строительство важного социального объекта, офиса врача общей практики, футере Чекон, а также ситуацию с благоустройством в Первомайском округе проинспектировал глава Анапы во время рабочего объезда территории. Подробности в нашем сюжете. В селе Юровка первая остановка. Неделю назад жители улицы Кубанской были на личном приеме главы. Одна из проблем, которую они попросили решить – сделать ямочный ремонт дороги. Юрий Поляков заехал лично проверить, как выполнено его поручение. Работа сделана качественно, жители благодарны. И, пользуясь возможностью, попросили отремонтировать еще и переулок Анапский, по которому после дождя не то, что пройти, проехать невозможно. Юрий Поляков в просьбе не отказал. Этим займутся городские коммунальщики. А главе района напомнил о его обязанностях – поддерживать порядок на вверенной территории. Хутор Вестник. Здесь по поручению главы Анапы сделали ремонт здания, в котором располагается почтовое отделение. Покрасили полы и стены, оформили входную группу, оборудовали пандус для маломобильных граждан. Однако Юрий Поляков не ограничился общим осмотром. Когда зашли вовнутрь, оказалось, что дверь пропускает холодный воздух с улицы, а крыша в нескольких местах подтекает. В первую очередь дверь входную, потому что она, гляньте, она все время у них открыта, не натопится. Будет новая, отлично. И, напомните, по шиферу займемся шифером, хоть эту часть надо заменить. А там надо вообще посчитать, сколько всего надо и заменить весь. Можем на профнастил. В хуторе Чикон глава не скрывает. Работой доволен. Здесь подходит к концу строительство офиса врача общей практики. Все движется к благоустройству. По времени. Совершенно верно. По времени. По графику, я бы так сказал. В Новый год и сделаем. То есть на Новый год перерезаем ленты. Внутри идет отделка помещений. Раньше амбулатория делила здание с детским садом. Теперь же в нем появятся дополнительные места для новых воспитанников. А жители получат новый офис врача общей практики. Большой, просторный, современный, оснащенный, соответствующий всем санитарным правилам офис врача общей практики, где они могут получать квалифицированную медицинскую помощь, получать физиолечение, получать вакцинопрофилактику. Это очень важно. Сюда смогут обратиться не только жители Чекона, но и соседних населенных пунктов. Возможно, это стало благодаря тому, что в этом году Анапа вошла в краевую программу развития здравоохранения. Великое дело, что край дал деньги. Губернатор уделил внимание всему этому. Этой программе, которая по краю. Ну и нам повезло, что в нашем муниципальном образовании подходит к финалу такой объект. Глава отметил необходимость максимально активно участвовать в краевых программах развития. Уже на следующий год по аналогичной схеме будет построен офис врача общей практики в хуторе Усатого Балка. Никита Бойко, Сергей Корабельников, Анапа-регион. На Кубань в уходящем году заложили рекордные площади молодых виноградников. Наш город-курорт в числе лидеров среди муниципальных образований по этому показателю. С начала года в крае появилось более 2000 гектаров новых виноградников. Впервые за последние 10 лет был перевыполнен план по закладке культуры. Ежегодно Кубань выполняет и самые большие показатели в стране по сбору винограда и производству винодельческой продукции. Как отметили в Краевом управлении виноградарства и винодельческой промышленности, во многом это результат серьезной государственной поддержки. В Анапе в этом году было собрано 20 тысяч тонн янтарной ягоды. Динамика здесь положительная. А по вкусовым качествам анапский виноград может составить конкуренцию лучшим мировым сортам. Теперь поставить машину на учет можно будет без посещения ГИБДД в многофункциональных центрах. Такую законодательную инициативу разработали в Министерстве внутренних дел России. Она предполагает, что в отделениях МФЦ будут работать сотрудники МВД, которые зарегистрируют автомобиль. Услугу можно будет получить в день обращения и в сроки, установленные регламентом. Напомним, в России 7 октября вступили в силу и новые правила регистрации машин. Теперь номера будет присваивать компьютер по случайному алгоритму из всех имеющихся госзнаков. Россиянам разрешили регистрировать машину не только по паспорту, но и по временному удостоверению личности. А срок хранения регистрационных знаков увеличен в два раза до года. И к другим темам. 30 книг известного писателя Сергея Левина подарил Совет молодых депутатов библиотекам муниципалитета. Приключения черноморского дельфиненка увидели свет в прошлом году. Необычную историю о жизни Антохи и дельфина, живущего рядом с Анапой, Сергей Левин написал специально для детей. Книга уже завоевала признание читателей и стала отличным подарком в преддверии Нового года. Вдруг слышит Антоха крики сверху. Люди вопят. Они всегда, при виде представителей дельфиньего рода племени, эмоции сдержать не могут. А что тут удивительного? Плывет себе дельфиненок и плывет. И не надо его от дела отвлекать. Сказка о маленьком дельфиненке Антохи – настоящая редкость в библиотеках. Первый тираж в несколько тысяч экземпляров раскупили за считанные дни. Эта история пришлась по душе как юным читателям, так и их родителям. В ней Антоха плавает в школу для дельфинят, знакомится с моряками и даже спасает водолазов от неминуемой гибели в штурмующем Черном море. Ценность его книг в том, что они очень добрые и познавательные. И вот сейчас с наступлением Нового года, конечно, хочется, чтобы каждый прочитал вот эту замечательную книгу, которая сегодня была подарена с помощью депутата Аксенова Алексея. Каждая, даже самая маленькая библиотека, получит эту книгу и читатели и взрослые дети смогут ее прочитать. Она очень познавательна, очень интересна. 30 книг о приключениях дельфиненка были подарены библиотекам города-курорта. Пока что прочитать увлекательную историю можно только в читальном зале. Совет молодых депутатов оплатил весь тираж. Они впервые работают с библиотекой в подобном формате, но готовы сотрудничать и дальше. Вот в этой библиотеке, я в шестой школе учился и сюда ходил. Действительно читали книжки и приятно, хорошее дело для нашего муниципалитета, тем более для наших детей, чтобы неправильные книги читали о нашем же муниципалитете и нашего автора. Анапский писатель Сергей Левин – постоянный гость Анапской центральной библиотеки. Сегодня он провел презентацию своей новой книги «Вместе с нами по Кубани», повествующей о поездке целой семьи по Краснодарскому краю. Пока познавательного рассказа нет ни в одной библиотеке города. Книги будут подарены читальному залу в новогодние праздники. Ирина Меркурьева, Ксения Сипко, Роман Беркалиев, Анапа-регион. Декабрь – время приятной холопоты и приготовлений к самому главному и любимому празднику всех россиян. Большой выбор презентов для родных и близких можно найти в салоне-магазине «Время подарков». А к этому новогоднему сезону здесь подготовились особенно подробности в сюжете. С празднованием Нового года связано множество прекрасных традиций. Одной из самых любимых, без сомнения, можно считать украшение новогодней елки. В магазине «Время подарков» вам предложат яркую и очень удачную копию живой красавицы. Удивительная схожесть с натуральным деревом, красивый цвет и удобство установки. Все это элитные литые елки. Они безопасны и гипоаллергенны. Особенно привлекают внимание заснеженные елочки. А есть даже елки со встроенными гирляндами. Классические стеклянные елочные игрушки, заботливо украшенные ручной росписью, превратят новогоднюю елку в подлинное произведение искусства. Стеклянные фигурки персонажей из советских мультфильмов разбудят добрые воспоминания о новогодних праздниках вашего детства. Новинка – забавные украшения из коллекции «Плюш». Участвуя в украшении елки, дети смогут вдоволь поиграть с этими приятными на ощупь мягкими игрушками. Если вы хотите сделать елку запоминающейся и необычной, вам, несомненно, понравятся акриловые или винтажные елочные украшения, которые создадут в вашем доме ощущение настоящего рождественского бала. Особое внимание здесь уделили символу наступающего года. В восточном гороскопе свиньи считаются животными, приносящими богатство и символизирующие благополучие и стабильность. Статуэтки, копилки, плюшевые игрушки из самых разнообразных материалов хрюшу можно посадить под елочку или подарить с наилучшими пожеланиями. И помните, что купить подарок – это только часть подготовки, ведь если креативно упаковать и вручить, новогодняя ночь станет еще ярче, а впечатление насыщенней. Опытные продавцы-консультанты помогут с выбором. С салоном-магазином «Время подарков» вы облегчите подготовку к Новому году и сделаете ее более приятной. Магазин находится по адресу Анапа, улица Ленина, 153-Б. Далее информация о партнере программы. Тренажерный клуб «Витязь» предлагает привести в порядок фигуру по специальным сниженным ценам. Не упустите возможность. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До встречи. Тренажерный зал «Витязь». Все виды тренажеров. Отдельный кардиозал. Женский зал. Вертикальный солярий и инфракрасная сауна. Школа бокса. И, конечно, настоящая спортивная атмосфера. Специально для муниципальных служащих скидка на абонемент 20%. «Витязь». Анапа. Самбурово. 254. Мы делаем спорт доступным. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Садясь за руль в состоянии алкогольного опьянения, вы подвергаете опасности не только себя, но и ни в чем не повинных людей. Сомнительное удовольствие и халатность могут стать причиной роковой ошибки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова